Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Как я обещала, мы будем разговаривать в ближайшее видео о процессе ЭКО на английском. Это называется IVF. Мы будем рассматривать весь протокол, который прошла я. Я вам расскажу все этапы. Сегодня расскажу про все медикаменты, которые я принимала. Вот я вам покажу, сколько это по одной коробочке. В общем, в целом их было очень много, этих маленьких коробочек. То есть я все, естественно, вам показываю по одной, по одному укольчику и так далее, и тому подобное. Сегодня я вам расскажу, с чего мы начали вообще весь этот процесс, почему мы к этому пришли, как все начиналось. Ну, как я вам сказала, что этот ребенок долгожданный, мы очень его хотели. И, естественно, к этому шли. Это будут мои рекомендации. Я не настаиваю, я исхожу из своего опыта. То есть я не говорю девочке именно так и никак иначе. У каждого, у каждой женщины, у каждой девушки, у каждого пациента подход свой будет у врача. И свои тоже рекомендации плюс-минус. Я буду говорить то, что было у нас и как это было именно вот в нашем случае. С самого начала у меня было принято решение, если, ну, не так, не у меня, только у нас с Димой, если у нас не получается, мы идем на этот шаг. То есть мы идем на АВЕ, то есть на ЭКО. Я стала смотреть в интернете на клиники, которые занимаются данным вопросом и осмотреть врачей. Также я смотрела много видео, также девочек-блогеров смотрела. Было страшно, честно скажу, по причине того, что американских девочек я не смотрела, я вам скажу честно и откровенно. Я смотрела девочек из России, смотрела девочек, которые находятся в Украине, их протоколы, в которых они находились. И, честно говоря, результаты были, но не сразу. И очень много слез, переживаний, и опять вступление в этот протокол, опять этот сложный процесс. Вот, я смотрела и думала, как, я не знала, как это вот здесь это происходит. Это вообще как бы было немножко интересно, жутковато, страшно, но в то же время желание иметь малыша у нас было очень огромное. И я переборола свой страх и настроилась только на позитив. Вот, и стала смотреть. Выбирала я врача, у которого больше всего процентно содержание положительного результата. То есть, не то, что, о, там, хороший врач, он там, приветливый, он там, общительный, и там, ну, там, факторы, которые не относящиеся к врачебной практике, меня это не интересовало совершенно. Меня интересовало именно процесс, в котором он занимается, и какие положительные результаты у него есть. Также меня интересовала клиника. Что насчет нашего доктора? Наш доктор, доктор Айрания, он, естественно, он не американец, он, по-моему, не буду врать, рукавить, ну, в общем, не знаю, как бы, не помню, даже врать не буду. Вот, занимается он этим давно, именно практика ЭКО. То есть, он не гинеколог, он именно практикующий врач, который занимается именно ЭКО. Отзывы были очень хорошие. И если у вас есть друзья, и кто вам может порекомендовать кого-то, это тоже очень хорошо. Нам этого врача порекомендовала моя сотрудница на работе, у которой подружка работает у него в офисе. У него это два офиса, один в Чикаго, другой в нашей Эре находится. То есть, мы живем как бы не в самом Чикаго, а около Чикаго. Вот, я, естественно, все прочитала, посмотрела, что за клиника. В клинике есть своя лаборатория, что, девочки, это очень и очень важно, когда есть своя лаборатория. Почему? Рассказываю. Когда вы сдаете какие-либо анализы, их не отправляют в другую лабораторию и не ждут результатов. То есть, когда, забегая вперед немножко, я вам скажу, что когда у нас брали, меня брали в ГЧ, то есть сразу же вечером был результат. Также они ответственны за сам весь процесс, вот это лаборатория. Это очень и очень важно, чтобы лаборатория была именно своя. Ну, естественно, я читала отзывы других девочек, что это за врач. Врач действительно очень внимательный и идет к процессу очень внимательно. И подходит к определенным, к каждой женщине по-своему. То есть, у него нет типичного процесса, вот именно так, а не как иначе. То есть, там такого нету. Каждая женщина, индивидуальный протокол, индивидуальный процесс. Каждому подбирается свой протокол, исходя из семейного, во-первых, бюджета, во-вторых, из семейного, как бы, листа здоровья. Там, у кого там что-то болело, кто-то там генетически, там может что-то быть. У каждого все свое. И доктор внимательно измущает каждый случай отдельно. Еще, данная клиника работала без выходных. То есть, у них нету там суббота, воскресенье или воскресенье, выходной. Они работали всегда. В праздники, не праздники, выходной, не выходной. Они работали с 6 утра, выходные, насколько я помню, до 12, до часу. Они работали. Почему? Потому что у каждой женщины, естественно, свой организм. И ты тут не заставишь цикл так или сяк, или не будет у тебя выходной. Нет, такого нет. И я сдавала кровь даже в воскресенье. Почему? Потому что именно вот в этот день мне надо было сдать кровь по циклу, по протоколу. Так надо было. И поэтому клиника работала. Очень важно выбрать клинику. Я считаю, это один из процентов, хороший процент на то, что будет успех. Хороший врач это тоже плюс процент к успеху. И обязательно, ребята, девочки, настройтесь на позитив. Без позитива ничего не будет. Когда ты боишься, когда ты думаешь, ой, будет все плохо, там, наслушаетесь каких-то историй, там, я не знаю, дети из пробирки, там, а что для них хвосты вырастают, я не знаю. Вот. Не слушайте этого никогда. Тогда тщательно выбирайте именно тщательно. А не так, мы об этом услышали, вот там они делают это ИКО, и все будет нормально, там вроде бы специалисты есть, пойдем туда. Нет, так, пожалуйста. Я из своего личного опыта. Просто это большая ошибка. Есть у меня девочки те, которые делали в таких же клиниках, но другой протокол. Им врач как бы сказал, что будет все хорошо, что, ну, у них немножко был, я не буду уже вдаваться в подробности, но провальный был протокол. И не, доктор не обсудил очень многих деталей, когда мы с этой девочкой разговаривали. Она была поражена тем, что у меня было именно так, а у него разговора с доктором по определенным вопросам не было. То есть, как они хотят свежую посадку, не свежую посадку, замораживать, не замораживать. Им много чего не объяснили. Вот, и как бы предложили, ну, в общем им сказали, но именно процентное содержание положительного результата в определенном случае им не сказали, что там у нее были проблемы там с гормонами, что в таких случаях как бы надо действовать по другому протоколу. Именно врач должен сначала проверить все анализы. Все, потому что с самого начала, когда мы пришли к доктору, мы огромный опросник делали, огромный, кто болел, кто не болел, что было, первый ребенок, второй ребенок, как это все происходило и так далее, там подобное. Очень много вопросов было. Вот, и самое главное, самое главное, девочки, позитив, позитив и позитив. В следующем видео я вам подробно начну уже по дням. Расскажу, как мы пришли к врачу, что было, что у нас на первых этапах. Потом я буду рассказывать прям про медикаменты. Я сразу скажу, что медикаментов очень много. Девочкам надо настроиться на то, что будет не очень легко. Это не такой процесс, а, один укольчик сделали, как многие думают, и все будет нормально. Нет, это не такой процесс. Это процесс долгий, в ожидании, действительно долгий. Он очень, он и волнительный, и женщина находится под гормонами очень долго. Кстати, от гормонов я, в принципе-то, даже и не поправилась. Слава Богу, что я очень переживала, что я поправлюсь от гормонов. Для меня это был шок, когда сказали, что будет очень много гормонов мне колоть. Вот, я не поправилась. И надо настроиться на то, что, да, будут уколы. Уколы будете делать сами, потому что есть уколы, которые делаются утром и вечером. Есть такая стадия. И также есть укол, который делается в определенное время, где-то в 10-30 вечера. То есть его делал мне всегда муж. У меня мужа можно уже записывать в медицинский институт без экзаменов. Столько он мне уколов делал. Вот, и быть готовым к тому, что будут перепады настроения. Будет очень, уже как бы устаешь от этого всего. Таблетки, уколы, врачи. Постоянно, каждую неделю мы ездили к врачу. Надо быть готовым. То есть не настраивать себя, что это будет быстренько, легко и все это. Но не бояться. Если вы реально хотите малыша, если вы хотите обрести это прекрасное чувство материнства, у меня, я вам так вот еще расскажу, у меня дочка, вы знаете, ей 19 лет, Аленка, она настолько счастлива, это даже не передать, как она ждет. Вот, она, наверное, ждет больше, чем мы. Ну, конечно, мы очень ждем. Но она всегда говорила, мама, давайте родитесь с Димой. Ну, давайте. Ну, я вам буду помогать. Ее помощь, конечно, будет очень, как бы, когда-нибудь нужна. Да, ну, у нее своя личная жизнь. Ну, она очень ждет. Отнеслась она к этому очень положительно и очень позитивно. Меня поддерживали, я еще раз повторюсь, поддерживали наши друзья, что если у вас есть родственники, которые вы скажете, что вы в протоколе находитесь, которые будут вас поддерживать, это очень хорошо, кстати, поддержка друзей, мужа, дочки для меня сыграла огромную роль. Они просто вот так держали кулачки, вот так, и всегда мне подбадривали, все будет хорошо, не переживай, ты справишься. Мои девчонки, они прям Алена с Маришей. Алена, это... У меня есть Алена, моя подружка, и Алена, моя дочка. Аленка старшая, хорошо будем. Давайте я буду называть Аленочка моя дочка, а Аленка это старшая наша. Аленка с Маришей прям были всегда на связи. Они... мы всегда вот... ну мы вообще всегда переписываемся, но именно в тот сложный для нас период. Я не устану говорить им слова благодарности, спасибо, что они до сих пор как бы видят, что тяжеловато, тяжеловато. Там после 40 это совершенно по-другому, они очень меня поддерживают. Так что запасайтесь терпением, ни в коем случае не бойтесь, идите вперед поэтапно, и будет все хорошо. В следующем видео я вам начну рассказывать о первых моих днях, и что со мной делали врачи, и как это происходило. У меня все записано, чтобы я не забыла для вас специально. Вот. Я не снимала, но записывала, чтобы ничего не забыть. Вот. И оставайтесь вместе со мной, подписывайтесь на мой канал. Я вас очень всех люблю. Все. До новых встреч.